Каждый из рабов Каждый хочет просторный дом, хорошую машину, хорошую прекрасную семью, но все это временно в этой жизни, как сказал Всевышний Аллах Субханаху и Та'аля. Все это временно в этой жизни, то есть человек наслаждается в этой жизни этим временно, но Ахира, однако вечность уготовлена у Господа твоего для набожных людей. В этой жизни мы можем увидеть прелести этой жизни, потрогать их, увидеть их, но однако каждый из верующих людей верит в то, что наим аль-Ахира, то что блага, которые ожидает верующая в Судный день, намного лучше. Как Аллах Субханаху и Та'аля сказал в Коране, Мы не видели Ахира, мы не видели Джанна своими глазами, но однако мы можем представить его посредством аятов Кур'ана и посредством хадисов пророка Мухаммада. Поистине Аллах сотворил Джанна, создал рай и сделал это местом пребывания для своих близких людей. И призывает он в этот рай каждого из людей и назвал это место пребывания двор Салям, двор мира, двор безопасности. Это вечное место пребывания, где никогда не заканчивается блага, где только есть добавки от Всевышнего Аллаха Субханаху и Та'аля. Приводится хадис от пророка Салаллаху, где Всевышний Аллах сказал, Я уготовил своим праведным рабам то, что глаз не видел, то, что ухо не слышало и то, что человек даже не может представить себе. Первое, когда человек, иншаллах, если он будет из обитателей рая, просим Аллаха, чтобы всех нас сделал из обитателей рая, он увидит двери рая, двери Джанната, 8 дверей, расстояние от одной двери до другой двери, это ходьба с 40 лет ходьбы. Первые, кто зайдет в рай, они будут подобно полной луне, сияющие лилики их будут, подобно полной луне. А которые за ними пойдут, будут подобно самой свечащей звезде, которая находится в небесах. Не будут между ними разногласия, не будет между ними неприязнь. Все они будут, подобно Адаму, алейхиссалям, высоту, ростом 60 локтей. Они будут восхвалять Аллаху утром и вечером. Каждому будет 33 года. Им будут сказано, вы здесь будете вечно, будете жить и никогда не умрете. И всегда будете здоровы и никогда не заболеете. И из каждых плодов будет для вас. Сказал пророк, саллаллаху алейхиссалям, «Если просите у Аллаха, просите у Аллаха, просите у Аллаха». «Это поистине центр рая, центр джанната и самой высшей степени джанна». «Выше этого арш» – милости у Аллаха, субхану ва Та'але. «И оттуда истекают реки, исходят реки из-за вина, после которого человек не пьянеет, из-за чистой воды, из-за чистого мёда. И самая лучшая река – Кауثر, которую сделал Аллах, субхану ва Та'але, Макраматан, линабина, саллаллаху алейхи вассалям, который дал Аллах, субхану ва Та'але, пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. «Кто выпьет из него глоток, сделает, после этого никогда не будет чувствовать жажду». Когда они зайдут, ангелы их встретят со словами «Мир вам!» Вы были хорошими людьми, вы были благими, правильными людьми. Заходите навечно сюда. «Земля будет из шафрана, из золота, будет высходить вкусный запах самого дорогого миска». «Дворцы», кто туда зайдет, будет перед собой видеть дворцы, и будет видеть перед собой сады и рая. И как нам узнать, как человеку, который попадет в рай, узнать свой дворец, свой дом? Он уже узнает, когда зайдет, где будет его дворец. Аллах, субхану ва Та'але, сказал в Коране «Ведет он их в рай, о котором уже их ознакомил ранее». «Сказали муфассиры, они будут знать свои дома в раю, подобно тому, как знали свои дома в дуне». «Эти дворцы», как сказал пророк Сан-Лаллаху Алейхи Сан-Лябина минадзахаб, ва лабина минфидда, ва наладуга минал мискил-эдфар, будет построено из кирпичей, из золота, из серебра. Вот эта смесь, чем они будут прикрепляться друг к другу, соединяться эти кирпичи, будет из самого дорогого миска. Ва бина ахар минлюклю, другое здание, другой дворец будет из жемчука. Ва бина ахар гурафаху юра зайруха минбатиниха ва батынуха миндзахириха. И другой дворец будет такой, если ты в него войдешь, будешь видеть, что снаружи. Еда обитателя рая, факиха, мимма я тахайярун, валахмтайри мимма яштагун. Будет еда, фрукты, какие они захотят, и мясо птицы, которое они пожелают. Им не нужно будет там залазить на пальму, чтобы сорвать, это перед ним будет склоняться, им будут, если они только пожелают, смогут взять и покушать из этих фруктов, которые белее, чем молоко, нежнее, чем сливки. То есть самое такое будет для них уготовлено от Всевышнего Аллаха. Также в этой жизни любят люди себе хороший автомобиль, хорошее средство передвижения. Будет ли в раю? Продошел человек, пророк Мухаммаду, спросил, о посланник Аллаха, будет ли в раю кони, то есть на сегодняшний день автомобили. То есть, если ты зайдешь в рай, будет для тебя конь из изумруда, то есть из самого драгоценного красного камня, и ты будешь на нем летать в раю, где пожелаешь. Другой подошел и спросил, о посланник Аллаха, в раю есть верблюды? Он сказал, если ты зайдешь в рай, и этим самыми словами он все средства передвижения обобщает и говорит, сказал пророк, если ты зайдешь в рай, если Аллах тебя ведет в рай, тебе будет все, что ты пожелаешь, что твой глаз захочет. Если женщина, которая в раю, посмотрит только на эту дунья, на эту временную обитель, то тогда заполнится между этой землей, небесами, светом, и вся эта дунья будет пахнуть приятным запахом. Самый низший степень рая – это тот человек, который придет к Аллаху, субхану ва-та-Аля, после того, как Аллах, субхану ва-та-Аля, ведет всех в рай, и скажет ему, «Удхуль, субхану ва-та-Аля, заходи в рай». Как? О, Аллах, субхану ва-та-Аля, люди зашли, уже взяли свои дома, все получили, есть ли там что-то для меня? Хочешь, чтобы для тебя будет такая власть, такое богатство, как у одного из правителей, из царей, дунья? Он скажет, это тебе, и столько же 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 тебе. И в пятый раз он скажет, я достаточно, я довольствуюсь, о Аллах, субхану ва-та-Аля. Это тебе еще в 10 раз больше. И тебе плюс к этому будет все, что пожелает твоя душа, и что захочет твой глаз. Он скажет, я доволен этим, о Аллах. Когда люди зайдут в рай, Аллах обратится к обитателю рая и скажет, Я, ахлаль-джанна, о обитатели рая, Мы перед тобой, о Господь наш, и все благо в твоих руках. Довольны ли вы? Как можно быть недовольным? Довольны ли вы? Как мы можем быть недовольными? Он наш Господь. Ты же нам дал то, что ничего не дал, помимо нас, другим. Хотите, я дам еще лучше этого? Что может быть лучше этого? Я вам дам больше этого, это мое удовольствие. И после этого я не буду больше на вас гневиться, скажет Аллах. Что может быть лучше этого, дорогие братья? Просим Аллаху, чтобы он нас сделал из обитателя рая, как собрал нас в этой мечети, чтобы вместе с нашими семьями собрал нас братьями. А самый великий подарок и благо в Судный день в Джаннате от Всевышнего Аллаха приводится, это что? Это когда человек увидит лик своего Творца. Приводится хадис Бухарии, муслим. Когда пророк, саллаллаху, смотрел на полную луну и сказал своим сахабам, поистине вы также увидите своими глазами своего Господа, Аллаху, как видите сейчас эту луну. И когда будут наслаждаться обитатели рая в раю, призовет их голос. Я ахлал Джанна, о обитателе рая. Поистине Аллах приглашает вас к себе в гости. Идемте, ответьте на его призыв. Слушаемся и повинуемся. И когда они пойдут, дойдут до долины, которая называется Афьях, там будет у них собрание, у обитателей рая. Да, Аллах, чтобы мы были из них. И никто оттуда не уйдет. Аллах прикажет, чтобы принесли его курси. И принесут. И каждому из обитателей рая принесут мембары, принесут троны из нура, из света, из изумруда, из жемчуга, из золота, из серебра. Когда они приятно уже сядут, успокоятся, опять услышат голос. Я ахлал Джанна, инна лакума инда Аллахи мауаидан, юриду аньян джазикмуху файкулун маху. О, обитатель рая, поистине у вас, для вас от Аллаха есть подарок, есть награда сегодня. И он хочет вас наградить. Они скажут, что это? Неужели? Он же и так уже, Всевышний Аллах, осветил нашу лику. И он сделал чашу благих наших дел тяжелой. И когда они скажут это? И увидят, что сверху нур, свет, все засияет. И это Всевышний Аллах, Субхану Ва Та'Аля. Когда ашрафа алейхимин фаукахим, ва кала я ахлал Джанна, саламу на алейкум. И скажут, о, обитатель рая, мир вам. Фала ту радду هذه тахия би ахсари мин каулихим. Аллахумма анта салам, ва мин ка салам. Тадаракта я за лжалали валикрам. И он скажет, обитатель рая, мир вам. И ответят они наилучшим приветствием. О, Аллах, ты мир. И от тебя мир. Ты благословенен, О, Аллах, Субхану Ва Та'Аля. Фая тачалля лахум рабу табарака ва Та'Аля. Я дыхаку илайхим ва якуль. Я ахлал Джанна. И Аллах обратится к ним. То есть с радостью и скажет, о, обитатель рая. Фая куну ауэль ма ясмяууна мин ху Та'Аля. Айна аибадия лавзина атаууни бил гайби ва лам ярауни. Где мои рабы, которые мне поклонялись, не видя меня. И все скажут, Аллах, мы довольны, и будь доволен нами. Фая кулю, я ахлал Джанна, о, обитатели рая. Если бы я не был доволен вами, то бы не вел бы вас в мой рай. Это день награды, день над добавок. Простите, что хотите. И все соберутся на одно слово. Покажи нам свою лик, а мы посмотрим на тебя. И тогда они увидят свет сверху. И такой будет сильный сияющий свет. Если бы Аллах не предопределил бы им не сгореть, то бы они бы сгорели. И останется потом один человек. Аллах к нему обратится. Помнишь, когда ты был в Дунья, когда ты был в Мирской обители, ты сделал такой-то, такой-то поступок и напомнит его о его грехе. Он скажет, о, Господь мой, неужели ты меня не простил? Да, я простил тебя, и посредством моего прощения ты достиг этого, скажет Аллах. Каждый из нас хочет зайти в рай. Ключ к раю – это «Ла Иллах, Иллах». А зубчики этого ключа – это пять столпов ислама. Поэтому прошу Аллаху, и каждый пусть сам себе скажет, не размениваться на мелочи этой жизни. Греховного очень много, соблазнов очень много, но никто из нас, я думаю, не хочет менять рай такой дорогой на эти соблазны. Пророк салалаллаху алейхи салам сказал, «Кудлюкум ядхулу л'джанна, илла ман аба». Каждый из вас зайдет в рай, кроме того, кто проявил непокорство. «Файкуль ман аба, я Расул Аллах». Скажет, кто тот, кто проявил непокорство, посланник Аллаха. «Ман ата'ани дахалал джанна». «Кто подчинился мне, зайдет в рай». «Кто подчинился мне, он проявил непокорство». Ассалаллаху, Рабб العиза, والкибрия, «Кама жмайна фи бейтих мин буйудик, ан яжмайна жмайна фи дар краматих, ихвана ала сурргим мутакабилин. Инна Аллаха у малайкته юсаллун ааланнаби. «Я июха, ладина амену саллу алейхи салим».